Вакцинация и цены – это главные темы, которые были озвучены во время прямой линии. Дорога ложка к обеду. Когда была разработана первая вакцина, я думаю, что соответствующим структурам следовало заниматься очень плотно и упорно, в первую очередь, продвижением этой вакцины на внутреннем рынке страны. А что касается того, каким образом Владимир Владимирович прокомментировал ситуацию с разницей между бананами и морковью отечественной, что я могу сказать? Я недовольна этой ситуацией и я не совсем поняла, почему, например, у нас в платежке по ЖКХ, я извиняюсь за сленг, впихивают такое количество непонятных совершенно пунктов, которые людям приходится расшифровывать с помощью президента Российской Федерации. Прямая линия с Путиным – это тема нашей программы. В эфире главные новости в студии Динара Вургафт. Здравствуйте. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по номерам, указанным на экранах. 511-99-66 и 8-800-532-55. Это бесплатный номер для регионов. Также вы можете проголосовать в нашей группе ВКонтакте, медиаканал Татарстан24, где мы сейчас проводим голосование. Используйте QR-код, который вы видите на экранах. Теперь я хочу вас познакомить с нашей гостей, кандидат политических наук, конфликтолог КФО Евгения Храмова. Здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть. Темой нашей программы, естественно, стала «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоялась в среду. Поднимались различные вопросы. Прямая линия длилась 3 часа и 42 минуты. Я предлагаю посмотреть видеоматериал по данной теме. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Однако губернаторы имеют законное право вводить в регионах обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Отвечая на первый вопрос прямой линии, заявил Владимир Путин. Если в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации, по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Особенно из групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года. Такие меры вынуждены. Иначе придется вводить локдаун. А это остановка производства, безработицы и крах бизнеса. Мы это уже проходили, отметил президент. На сегодняшний день вакцинации единственный правильный шаг. В России привелись уже 25 миллионов россиян. Привился и сам Владимир Путин. Но какой вакцины, говорить не хотел, будет рекламой. Но потом сдался. И принял для себя решение привиться спутниками ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутниками ВИ. А есть все-таки верховный главнокомандующий. Вот если вбить слово цена, цены в нашу базу вопросов. Рост цен – самый популярный вопрос среди россиян. Валентина Слепцова из Липецка записала свой вопрос прямо в супермаркете. Женщина интересовала, почему бананы из Эквадора почти в два раза дешевле моркови с юга России. Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Как отметил Владимир Путин, рост цен на продовольствие в период пандемии – это мировая тенденция. Но в России своих запасов овощей банально не хватило. В прошлом году росла цена на сахар и подсолнечное масло, но правительство приняло все меры по сдерживанию цен. Как мы помним, в регионах прошли повальные прокурорские проверки в магазинах. В случае с овощами президент успокоил население. Скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства – это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Цены на молоко стабильные, рост не более 5%, но это ниже инфляции, которая сейчас составляет 5,9%. По нашим собственным наблюдениям, на этой неделе в Казани цена на сметану, которую делают, кстати, из молока, выросла более чем на 10%. Минсельхоз Татарстана на прошлой неделе говорил о росте себестоимости его производства до 20%. То ли еще будет в Поволжье засуха. Как уже было сказано в сюжете, вакцинация и цены – это главные темы, которые были озвучены во время прямой линии. И хотелось бы отметить, давайте по порядку рассмотрим, касаемо вакцинации. Вот еще раз отмечу, Владимир Владимирович сказал, что он против обязательно вакцинации. А как вы считаете, вот сейчас есть определенный раскол между людьми, те, кто за, те, кто против. Как вы считаете, что будет дальше? Я думаю, что ситуация будет, к сожалению, развиваться очень вяло с вакцинацией. В принципе, точно так же, как она развивалась и до настоящего момента. Почему? Потому что очень важен элемент презентации той прививки, той базы, которая имеется у страны, и своевременная презентация. То есть дорога ложка к обеду. Когда была разработана первая вакцина, я думаю, что соответствующим структурам следовало заниматься очень плотно и упорно. В первую очередь, продвижением этой вакцины на внутреннем рынке страны. А сейчас вполне закономерно то, что население достаточно слабо доверяет той вакцине, которая выходит на первые планы. О которой говорил Владимир Владимирович. То есть он все-таки сказал, какой вакцин он привился. Мне кажется, все дело в достаточно плохо сгенерированной системе паблик релэйшнс, то есть связи с общественностью. Плохо очень вакцину, так скажем, продвигают. И здесь президент, на мой взгляд, сделал все, что мог. Он сказал, чем прививается. Привился. Не звучало ли это как реклама? Он выделил одну вакцину? Нет, я не думаю. Можно сказать, что да, президент сделал рекламу кому-то, но он оговорил это заранее, сказал, что я не хочу называть, потому что это будет звучать как реклама. Это его фактически прямые слова. Нет, это не звучало как реклама. Тем паче, что современное, так скажем, население Российской Федерации, люди достаточно образованные, продвинутые и, самое главное, имеющие доступ к различным информационным источникам. И каждый сам себе решает, чем он хочет вакцинироваться. Другой вопрос будет заключаться в доступности твоего выбора, то есть той или иной вакцины. Это уже другой вопрос. Это уже не президент, я так думаю, решает, это соответствующие исполнительные структуры решают. И вторая тема, которая также актуально поднималась, это цены. Уже на следующий день после прямой линии стало известно о намерении производителя молока повысить отпускные цены на 7-10%. Давайте поднимем эту тему. Как вы оцениваете усилия властей по сдерживанию роста цен и как в этой теме расставила акценты Владимир Путин? Как вы считаете? Ну, я проснулась с этой новостью фактически, да, как все жители страны. Я начинаю день с чашки кофе и новостей, которые происходят в стране. И это была первая новость о том, что производители, ведущие производители решили повысить цены на молочные продукты. Учитывая, что с декабря месяца произошел просто колоссальный рост на молочку, который каждый из нас наблюдает, приходя в магазин, в супермаркет, ну, фактически каждый день, я думаю, что для нас, для жителей эта новость была, ну, просто выпиющей, да, не успел, так скажем, президент что-то сказать и уже повысили. А что касается того, каким образом Владимир Владимирович прокомментировал ситуацию с разницей между бананами и морковью отечественной, что я могу сказать? Я недовольна этой ситуацией и я не совсем, так скажем, поняла комментарии первого лица страны по поводу того, почему, собственно, такая разница. Я поясню свою позицию. Дело в том, что то, что я поняла, это основным аспектом, выделенным президентом, было соотношение российской цены и цены на продукты на зарубежных рынках. То есть президент сказал примерно следующее. Вот производитель видит, то есть внутри российский производитель видит, что у нас как бы цены на внутреннем рынке стабильны, а вот на внешнем рынке цена повысилась и производитель, соответственно, вывозит за рубеж и там продает. То есть такая ситуация. Ну, как любой нормальный человек, я же понимаю, что не все же выводится за рубеж, да, и наблюдая ситуацию внутри нашей республики, в частности, где проблемы с производством молочной продукции, сельскохозяйственной продукции в целом не такие, не такая острая, как по всей России, для меня данные как бы объяснения не являются на настоящий момент существенными. Мне тоже кажется, что этот вопрос остается открытым, да, недостаточной информации, так скажем. Совершенно верно. Кроме того, вопрос усугубляется еще и тем, я просто чуть-чуть разовью мысль, не задерживая внимания зрителей, но все-таки сейчас погодные условия нам диктуют вполне простую вещь, и она была затронута в пресс-конференции, в прямой линии, да, извините за ошибку. Она была затронута, то есть началась система орошения, а о системе орошения пока никто не задумывается. А это прямой путь, опять-таки, к ситуации с повышением цен на продукты. Евгения Валерьевна, я с вами согласна, у нас есть звоночек в студию, давайте на него ответим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Динара, здравствуйте, гость. Причем здесь пандемия, я бы хотела задать вопрос гостю. Почему вы все взваливаете на пандемию? И так пенсии уже минимальные, одна треть Казани уже нищета, нищетует. Неужели этого мало? И пандемия здесь ни при чем, не надо выдумывать. И почему продукты питания так дрожают? Не стыдно вам там чиновникам сидеть? Ну, это касаемо не нашей гости. Спасибо за вопрос, за ваше мнение. Евгения Валерьевна, тут накипело просто у людей, да? Да, это вполне естественная реакция, это обычная реакция обычного человека, который, как я уже говорила, ходит каждый день в магазин и видит, что происходит. Да-да-да, цены поднимаются, да, нереально. Я ни словом не обмолвилась, что во всем виновата пандемия. Это, я думаю, не касаемо вас. Мы разделили эти два вопроса. Не права, Срич. Поэтому я глубоко разделяю ту боль, которая прозвучала в вопросе нашей гости. Да, это разные вопросы, абсолютно разные. И мы не говорили о том, что эта пандемия является причиной... Своей коррективой пандемия вела, конечно, да. Определенной коррективой, да. Также у нас есть еще один видеоматериал по данной теме. В ходе прямой линии Владимир Путин назвал три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего. По словам Путина, это «Война и мир», первый концерт Чайковского и, как вы думаете, «Колобок». Предлагаю посмотреть этот видеоматериал. Давайте. Внимание на экран. Пенсионерка из Красноярска обратилась к президенту с просьбой защитить от телефонных мошенников, которые мало того крадут деньги россиян, по большей части пенсионеров, так еще и угрозы рассылают им по телефону. Рост преступлений в стране, как отметил Владимир Путин, на 25%. По его словам, банки должны контролировать движение средств, чтобы сузить возможности мошенников. Центробанк должен активнее бороться с фишинговыми сайтами. Кроме того, президент подчеркнул необходимость гарантировать тайну банковских средств. Это незаконный оборот личных данных, персональных данных. Вот в этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать. Во время прямой линии затронули и тему социальных выплат. Президент заверил, что система выдержит, и все выплаты будут в срок. На 10 тысяч рублей могут рассчитывать и те родители, чьи шестилетки пока не собираются в первый класс. Почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей? Вполне резонный вопрос у многих россиян. Как отметил президент, причина в том, что в последние десятилетия в России не вкладывали в собственную туристическую инфраструктуру. Только в доковидный 2019 год россияне на отдых за границей потратили 36 миллиардов долларов. Вот они, упущенные возможности. У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть известный кэшбэк для возвращения части денег для наших туристов. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Из 62 вопросов, прозвучавших в прямом эфире, был из Нижнекамска. Идея, как утверждают местные жители, на дорогах ямы глубиной 25 сантиметров. Президент отметил, что это общероссийская проблема, и к 2024 году 85% региональных дорог должны привести в нормативное состояние. Так что нижнекамцам осталось ждать недолго. Елена Горбунчикова, новости Татарстана. К художественному произведению в виде колобка мы еще вернемся. Пока мы посмотрели с вами видеоматериал, где мы затронули темы вопроса ЖКХ, давайте ответим и по данной теме. Как всегда, каждая прямая линия, львиную долю вопросов занимают именно эти вопросы. Дороги и ЖКХ. Как вы считаете, к чему это приведет? Я боюсь давать прогнозы, потому что как только где-то обсуждается тема, цены на ЖКХ начинают расти с невероятной быстротой. Что касается той ситуации, которую комментировал президент в прямой линии, мне показалась там комплексная проблема, которая касалась не столько стоимости услуг ЖКХ, сколько предоставления жилья взамен ветхого. И мне кажется, в этой ситуации надо разбираться, в том числе и с позицией того, почему цены так сильно растут. То есть почему, например, у нас в платежке по ЖКХ, я извиняюсь за сленг, впихивают такое количество непонятных совершенно пунктов, которые людям приходится расшифровывать с помощью президента Российской Федерации. И вот здесь встает законодательный вопрос. Почему такие вопросы мы решаем? То есть не какие-то глобальные, а вот из года в год вопросы не меняются. Вот они как были острыми, они так и остаются. Это вопрос распределения полномочий, разделения властей в Российской Федерации вообще в принципе. То есть мы все знаем классическую политологическую теорию, что у нас есть несколько ветвей власти, которые друг друга взаимно контролируют. Данные, повторение вопросов из года в год, от них и тех же, говорит о том, что у нас какая-то из ветвей власти, и все мы прекрасно понимаем, та какая, то есть исполнительная и муниципальная, все время проседает. То есть не поддается ни контролю, ни регулированию, соответственно, на нее надо обращать внимание в первую очередь. Но поскольку вопросы повторяются, значит, внимания не обращают. Да, можно сделать только такие выводы, согласна. Евгения Валерьевна, и все-таки давайте вернемся к предыдущему видеоматериалу, который мы хотели с вами посмотреть, который касается художественного произведения, именно «Колобка». Итак, давайте посмотрим видеоматериал. Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Это первый концерт Чайковского для фортепьянов с оркестром. И «Колобок». Вот почему. И просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду листивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными. Евгения Валерьевна, как вы считаете, к кому в первую очередь было обращено данное высказывание? То есть есть определенный подтекст? Ну, тут и без подтекста, по-моему, прямым текстом видно, что в качестве «Колобка» у нас выступают, как Владимир Владимирович назвал их, его коллеги, то есть представители органов власти. То есть несчастный бедный съеденный «Колобок» это у нас как бы представители органов власти. Меня заботит другой вопрос. А кто у нас лиса? Этот вопрос остается открытым. Тут уже каждый по-своему, я думаю, ответит на этот вопрос. У всех свое представление об этом. Также в нашей группе ВКонтакте, медиаканал «Татарстан-24» шло голосование. Я бы хотела его сейчас озвучить. Мы задали вопрос телезрителям. Считаете ли вы эффективными прямые линии с руководителями разных уровней, где 16% ответили «да», такие форматы помогают решать проблемы, и почти 84% – это большинство – ответили «нет», все равно ничего не изменится. А как вы считаете? Знаете, система различных мероприятий в контексте связей с общественностью, или как по-английски они называются, public relations, это очень эффективная система для решения проблем, которые возникают как внутри государства, так и внутри отдельно взятой компании, так и для одного взятого человека. Другой вопрос – каким образом построена система связей с общественностью в стране в данном случае, и каким образом она воспринимается населением, то есть как качественно она выполняется? Вот эти два вопроса, они, на мой взгляд, на уровне федерации достаточно сложными сейчас остаются. Почему? Потому что, ну давайте прямым текстом скажем, пиарщики президента Российской Федерации почему-то думают, что качество населения, качество общественного мнения изучать не надо. Вот это то, что я вижу. А у нас общественное мнение, согласно всем научным исследованиям, меняется очень динамично, даже не в течение года, а в течение одного дня. Поэтому, когда готовятся такие крупные события, надо все-таки быть во всеоружии. А что касается отсыла президента к тому, что вот в некоторых регионах проводятся мероприятия, и они эффективны, и в качестве региона, так скажем, флагмана, был опять приведен в пример наш регион, то есть Республика Татарстан, я согласна. Да, в Республике Татарстан достаточно сильная пиар-команда. Евгения Валерьевна, спасибо за интересное интервью. Я с вами полностью согласна. В нашем регионе у нас в Республике прямые линии, они очень эффективны, они доходят до людей, и вопросы поднимаются и решаются. Спасибо вам за интервью. Приходите к нам в студию. В следующий раз вас очень ждем. До свидания. До свидания. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова